Наверняка вы слышали, данные не в 21 века. Это значит, что они приносят прибыль тем, кто их использует. А знаете, кто эти данные создает? Вы, обычный пользователь интернета. Например, за сегодня вы полистали соцсети, поставили лайки, почитали новости, посмотрели видео на ютубе, купили что-то в интернет-магазине. Информация об этих действиях и есть данные. Дальше компании обработают такие данные миллионов пользователей интернета. Результаты применят свои деятельности и получат прибыль. А вы, как создатель данных, не получите ничего. Я знаю, как это исправить и сделать так, чтобы ваши данные приносили вам прибыль. Меня зовут Алексей Огнев, я основатель GGU. Мы разрабатываем искусственный интеллект, и это наше третье видео об этой технологии. Для эффективной работы искусственному интеллекту как раз и нужно очень много данных. С их помощью он изучает явления и объекты, поведение людей и их потребности. Для создания нашего искусственного интеллекта мы тоже собираем данные. Они хранятся в специальной виртуальной платформе. Она называется Data Management Platform, в переводе – платформа управления данными. На ней мы храним, сортируем, систематизируем и анализируем информацию. И на этой же платформе мы создаем технологии. Уже готова программа компьютерного зрения, которая распознает и называет предметы. Для ее создания наш искусственный интеллект изучил миллионы картинок и фотографий. Вторая технология – умеет воспроизводить речь. Она говорит голосом президента России. Для этого искусственному интеллекту потребовалось прослушать тысячи его выступлений. Речевая технология может скопировать и ваш голос. И тогда вы сможете включить своим детям или внукам сказку, которая будет озвучиваться вашим голосом. А вы в это время отдохнете. Мы также пишем программу, благодаря которой искусственный интеллект будет обучаться самостоятельно, без участия человека. Это Machine Learning Framework. Она ускорит создание новых технологий. И впереди еще много разработок. Но как конкурировать с другими компаниями, которые также собирают информацию о пользователях и строят свой искусственный интеллект? Например, Google, Facebook, Amazon. В этой сфере важно не столько количество данных, сколько их качество. Прежде чем искусственный интеллект обработает данные и сделает выводы, людям необходимо их очистить и отсеять лишнее. Это долгая, кропотливая работа. DJU сразу получает чистые и точные данные, работать с которыми намного проще. Они поступают от партнеров компании. Идея проста. Да, партнеры нашего проекта добровольно передают информацию о своих действиях в интернете. Таким образом участвуют в создании искусственного интеллекта. Сейчас инвесторов компании уже больше двух тысяч. И все вместе мы строим первый в мире народный искусственный интеллект. А дальше, после создания и продажи технологий, инвесторы получат прибыль. Инвестируя в DJU, вы инвестируете сразу в десятки и даже сотни проектов в сфере искусственного интеллекта. Это снижает ваши риски и повышает объем возможной прибыли. Ведь мы не только сами создаем технологии, но и финансируем другие проекты. Молодые команды будут получать инвестиции от нашего венчурного фонда и доступ к платформе с данными, что поможет им создавать свои продукты и сервисы. DJU станет виртуальным заводом для создания сотен проектов в области искусственного интеллекта. Именно поэтому DJU – это целая экосистема, а не один единственный стартап. Всего выпущено 200 миллиардов долей компаний, и только 10% из них будут проданы всем желающим на стадии краудинвестинга. Первая прибыль ожидается в 2023 году, но мы уже опережаем план своего развития, и поэтому распределение прибыли может произойти раньше. Регистрируйтесь на сайте DJU, инвестируйте в личном кабинете. Вы можете приобрести доли нашей компании в рассрочку и вносить платеж один раз в месяц. Это очень удобно. Ссылка на сайт в описании. В следующем видео я расскажу, как искусственный интеллект станет вашим помощником и будет выполнять простейшие действия за вас. А пока становитесь партнером экосистемы DJU и создавайте первый в мире народный искусственный интеллект вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok